Копала перегной для теплицы и вот кого я тут встретила. Это самочка жука-носорога. У нее нет рога, но живет она в перегное. Это не первая самочка, которую я здесь нахожу. Ну, чем же занимается любительница походить по округе? А тем, что принесла в теплицу перегноя, подсыпала золы и вот теперь я перекапываю тут все. Хочу еще пролить водой, чтобы постояла, помогла, а не сохла. Вот одну сторону перекопала, вторую еще нет. Вот тут тоже надо полить. Немножко огурчики золой посыпала. Вот такие у меня уже огурчики в тепличке. Сеялись прямо в теплице. Не люблю я рассаду. Вот это арбузик. И там арбузик. Были заморозки, но в теплице ничего не перемерзло. Подрастают мои помидорки. Кажется, что как тепло стало, они больше распушились. Вот тут дыньки. Наверное, густовато будет. Может, потом пересажу. А тут просто помидорка упала. И вот такой букетик получился. Вот мои перчики ждут пересадки. Так, покрупнее. Там поменьше. Но еще боюсь все-таки. Тут, если что, можно пленкой прикрыть. А потом не прикроешь. И вот такие уже томатики мои. Разве не красавицы? Насколько они выросли. Вот моя ладошка. Так, это самые высокие. Тут поменьше. Ну, тут и сорт другой. Там черри. А вообще, мне они нравятся уже. Очень симпатичные. А тут мне взбрело в голову, что мне нужна еще одна теплица. И я вскопала кусочек 3 на 6. На 4 маловатенько все-таки. Надо сразу на 6. Вот сейчас жду, когда муж привезет. Пока не было в наличии. Все-таки на 4 это мало. У меня тут сначала была теплица на 4. Сейчас, когда ребенок заходит, говорит, мам, как мы в ней помещались. Теперь-то у меня такая малюточка, всего лишь 10 метров. А то на 4 ветром унесло. Унесло. Каркас валялся на поле. А поликарбонат унесло к соседскому хлеву. В елках застрял. Конечно, потом переделывали, разгибали, все погнуло. Но кое-как дуги восстановили, двери восстановили, а поликарбонат пришлось заменить. Ну и, соответственно, немножко дорастили. Вот мои козочки гуляют. Буся. Бусина дочка, уже месяц прошел, ножку сломала. И конкретно сломала. Косточка пополам разломилась. Вот она там прихрамывает, отдельно идет. Я думала, все, конец. Взяла маленькие лучинки такие, деревянные, бинт. Сделала ее что-то вроде шины. Конечно, это было как-то трудно, непонятно, как это делось, потому что косточка переломана, косточка тоненькая. Как ее вставить? Как ее соединить? Крутила я, вертела. Она кричит. Ну, кое-что у меня получилось. Смотрю, все, на ножку она становится. Значит, все-таки получилось. Вот так она просто у нее болталась и все. Вот у меня тут бочечка с водой. Буду поливать теплицу. Сейчас хорошо. В прошлом году говорила мужа купить шланг, поставить насос. А то вот оттуда мне приходилось сносить воду. Поэтому я на вторую теплицу и замахнулась. Не руками же таскать. И пруд находится по сравнению с этим местом выше. Шланг пустили. Воду в шланг закачали. И все. Она текет самотеком. Не надо никакого насоса. Конечно, медленно. Но вот так шланг поставила в бочку и набралась водички. Вот так она у меня текет. Конечно, теплицу с ней так не польешь. А в бочку все отлично. Вот там дерн, который я натрясла, накопала. Так что пришлось потрудиться. ну вот, все полила, перекопала. Сейчас у меня тут вообще порядок. Сейчас только подождать еще какую-нибудь недельку, и тогда можно томатики рассадить. мой лес густой. Вот мне хочется верить, что сейчас как стало тепло на улице, что мои перчики веселее стали расти. Вот они уже какие. Даже есть вот такой крупненький. А что, тепло будет, возможно, еще и догонят тем, что рассадой. Странно, вот помидорки маленькие, а у них уже даже пасынки растут. Я даже уже тут сидела обрывала. Вот так. вот такие дела в теплице у лягушки путешественницы. Да, тут такое чувство, что я только катаюсь, а ничего не делаю. Ну, все, закрываю теплицу. Надо поставить шланг, пускай набирается вода. Будет, что и козам отнести. Так, он не вывалится, не вывалится. скоро уже и козочек загонять. Ой, не, вывалился. Побольше. А там муж гудит. Завел мотоблок, пробует что-то с огородом сделать. Потому что закультивировать-то вроде закультивировали, оборожда нагнать некому. Сегодня я уже не выдержала. Посеяла грядки. Вбила два колышка в одной стороне, один в другой. Натянула веревку, нитку и по нему сажала. Чтоб хоть ровнее было, без всяких бороздочек. Не знаю, что будет. посадила я все, кроме огурцов, капусты, тыквы и кабачков. Ну, судя по тому, как долго смотрит, не особо там получается. Мотоблок-то купили бы, а вот агрегатов-то к нему не особо. Есть какие-то самопальные, а толку с них сделаны не очень. Поэтому ничего хорошего не получается. Надо покупать агрегаты. Или у него, как у Александра, маленькая, быстрая, то и, может быть, и я бы смогла. Вот тут моя клумбочка. На ней в основном пионы и гортензии. Моя сегодняшняя страсть. весной пионы, осенью гортензии. Ну, а тут еще мой огородик цветочный. Как-то из-за того, что куры мне везде бегают, неудобно мне делать клумбы. Поэтому у меня вот такой вот кусочек. Все, сетка огородила. а то невозможно. У меня там лук посеян. Так они в прошлом году все выклевали под корень. Даже не знаю, то ли из-за этого, то ли нет, но половина лука пропала. Весной взошла только часть. Вот такой красивый лучок и щебелек. А если оставить, то индюки и цесарки все выклюют. И поэтому цветы у меня на таких вот грядках. Любительница я цветов. Сколько себя помню, с раннего детства тягалась с цветами. Есть немножко клубники. Вот в прошлом году три бороздки посадила, скопала. В этом году смотрю, усов наросло. Ну и опять пришлось скопать и посадить. Накрыла таким материалом черным. Только он на солнце обычно рвется. Думаю, надо набрать потом мелкий соломой и замульчировать это все. Как бы прикрыть и влага будет, и трава так расти не будет. Ну вот попробую таким методом. На то он долго не выстоит, все порвется. Пока цветов маловато цветет. Вот такие нарциссики здесь на грядке. И тюльпанчики зацветают. еще такие желтенькие. Не знаю, как они называются. Пока у меня все чистенько, прополола уже. Все посадила. Еще много хризантем у меня. Как много? Сорта наверное 4-5. Но они так разрастаются, и их надо рассаживать. Вот такой куст. А если не рассаживать, то они мельчают. Уже сколько раз я их выбрасывала. Вот вчера уже поделилась. Но тут еще делиться и делиться. Надо желающих искать. Когда-то у меня было много разных тюльпанов. Только беда в том, что современные сорта надо все-таки выкапывать и пересаживать. А так как надо для этого вскапывать место, то это дело я забросила. Ну и конечно вся эта красота пропала. Ну вот что уцелело, что уцелело. Ну вот такие желтенькие смотрю уцелели. Красивые. Красота. А тут у меня тоже красота. Рябчики. Вот уже зацвели. Когда-то у меня были желтые рябчики. Но переехав сюда, что-то они здесь у меня не прижились. Эти-то тоже не везде у меня растут. Растут и у дома на клумбе, но не цветут. видимо земляне нравится. А здесь как раз куча навоза, перегнойчик. Это все удобренница к ним стекает. Даже не знаю, случайно тут каким-то чудом посадила их. Хотела выбросить, но потом сунула. И в итоге вот здесь именно они цветут. И хорошо цветут. Вот у меня тут компашка собралась. Котик моется. И дюка мой пришел. Ой, мой красавец. Обижает его цесарь. Обижает. Ну что моя птичка? Ну что? Не смотрит. Пошел, пошел. Да, хороший дюка, хороший. Сегодня у индюшечки ночью беда случилась. Сидела она мне на яйцах, а сидела по своей индюшачьей привычке на улице. Там, где ей больше понравилось. За дровняком. Я ее уже и шиферинкой прикрыла. И вот уже скоро-скоро должны были быть цесарята. Да, именно цесарята, потому что индюк своих обязанностей не выполнял. И яйца были пустые. И утром иду смотреть, а вокруг перья. Сердце ёкнула. Думаю, все, кто-то съел индюшку. Нет, индюшка жива, а яиц ни одного. Это с кем же она воевала ночью? Ну, у меня пока варианты или хорек, или куница. Правда, индюшок? И вот осталась я без цесаря. Сейчас сидит курица. Может, а что высветит? Вот так крутится. Да, уйдюка. Так, мой чесночок. Как-то осенью тут побольше посадила, чем обычно. Вроде бы растет. Ну, чуть-чуть листики желтые, но это холодная земля еще. Трава выросла. Да, дико. О, даже с корнем вытянулось хорошо. Ветки ложила осенью от кур. Не сняла. Будет прийти снять. сейчас же сетка у меня. Правда, столбики такие не очень надо будет заменить на более хорошие. А так, вот так как оно есть. Вот мои тесарочки, мои газонокосилочки. целый день пропадают. В саду всю травку щиплют и чего-то ищут. А тут как-то раз наблюдаю, бежит один с улиткой, остальные сзади отбирают эту улитку. У меня даже такая радость. Ну, надо же, хоть кто-то ест же этих улиток. Возможно, они там по саду и бегают, их и ищут. Молодцы птички. Ну, что, красавицы, уже все дома. Где-то куры себе гнезда нашли. Что-то сегодня совсем яиц мало. Ах, и вот мои тюпочки. Днем на улице сидели в ящике, на ночь принесла домой. Раньше ночевать оставляли на улице. А сейчас страшно. Кто знает, сделают подкоп под ящик и утащат моих малявочек. Вот какие мы тут 27 цыплят. А еще эти перепелятки. Вот какие мы хорошенькие. Лампочку включила, чтобы теплее было. Еще не так сильно опирились. вот уже подросли, подросли. Вот такие. Эстонский перепел, беленький. Да, о, нет, на жердочке все-таки не твое сидеть. Отпустила, называется. Все во хлеве, а эти не идут. Пропали. придется везти. Ой, выплатая трава из теплицы такая, вкуснотища. Кто бы думал. Вот уже и бочка полная. Можно шланг вытянуть, кинуть в канавку. А вы пошли домой. Пойдемте. в ... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok